Здравствуйте! В эфире программа «Эксперт Плюс» и я ее ведущий, общественный деятель, руководитель Ассоциации «Опора» Святослав Данилов. Сегодня в студии «Город Плюс» мы обсудим то, как пройти путь от волонтера до руководителя крупного общественного объединения. У нас в гостях Наталья Чурганова, директор благотворительного фонда «Добрый слон». Здравствуйте, Наталья! Здравствуйте! На данный момент вы являетесь руководителем крупного общественного объединения, но, насколько я понимаю, так было не всегда. С чего начинался ваш путь, какие на нем были трудности и в какой момент вы приняли решение создать и возглавить собственную общественную организацию? Начался путь нашего фонда с того, что я сама была волонтером. Я это называю волонтером-одиночкой. Это когда ты слышишь свой внутренний импульс, свой душевный порыв помогать людям и просто идешь прямо… Я даже не искала благотворительную организацию, я пошла прямо в Дом престарелых, прямо к старичкам. И, по большому счету, вот этот путь, он мой, от волонтера до руководителя общественной организации, я даже его не заметила, потому что все это время я продолжала быть волонтером, помогать нуждающимся, в данном случае пожилым людям, одиноким. И просто я поняла, что я одна могу очень мало, и мне захотелось сделать чуть больше, 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 больше. Я начала искать единомышленников через соцсети, то есть тут нет никакой затейливой какой-то схемы или идеи. Я писала призывные посты о том, что мне нужны люди, мы хотим сделать концерт, я хочу сделать концерт для старичков, чтобы порадовать их. И сначала это был один человек, потом два, три, и вот на сегодняшний день в течение года нас уже было, наверное, несколько десятков или сто человек, и организация родилась сама по себе. То есть ее просто пришлось уже оформить, чтобы официально ездить в те же самые дома престарелых и в детские дома и приюты нашего города и Ленинградской области. Ну что самое трудное было на этом пути? — Самое трудное было не обращать внимания на свое «у меня мало сил», «я устала», «я не знаю, что делать дальше». А вот в данный момент находить ресурс свой внутренний, просыпаться и делать, просыпаться и делать. То есть не обращать внимания на какие-то свои человеческие «я не смогу» или «мне трудно». И в итоге получился вот такой замечательный результат. — Ну а выбор сферы как-то предопределен был или вы целенаправленно нашли? Почему, например, не экология, а вот помощь пожилым? — Почему не онкология? — Экология. — А, не экология. Это все оттуда. Я не могу сказать, это был не стратегический план из моего ума, это все было побуждение от сердца. Вот мне очень захотелось помогать именно пожилым людям. — Смотрите, а все ли волонтеры должны стремиться стать руководителями, или же мне это не обязательно? Вот возвращаясь назад, вы бы прошли точно такой же путь или бы предпочли, например, волонтерить в другой крупной организации? — Я бы прошла, конечно, такой путь. И видя то, как происходит это в нашем фонде, девочки, которые на сегодняшний день являются тоже руководителями, координаторами внутри фонда, это тоже происходит все абсолютно естественным образом, таким же, как и у меня. То есть они приходят как волонтеры, потом чувствуют, что их ресурс больше, чем просто периодически ездить к детям, и они берут на кураторство целое детское учреждение, предположим, и занимаются уже организационной деятельностью, поездками в детские дома. — То есть такая уже смена, да, получается, руководящая растет? — Да, у меня есть помощники, конечно. — Вы будете готовы передать им правление, когда настанет момент? — Ну, безусловно, но мне важно оставаться вдохновляющим звеном, чтобы та суть, которую я всем сердцем вкладывала в создание этого фонда, чтобы она ни в коем случае не потерялась. — Почетный президент. Давайте немножко о вашем фонде. Ну, во-первых, почему «Добрый слон»? — «Добрый слон» — это ассоциативное, опять же, не от ума название, да, потому что мы подумали о том, что у детей, потому что все-таки в основном мы ездим к детям, что у детей будет такой очень теплый и яркий запоминающийся ассоциаций, потому что если это будет красивое название, оно будет скорее для маркетинга удачное, да. И мы попали в точку, потому что для детей «Добрый слон» — это что-то очень большое, что-то всегда приносящее радость, и их эмоции, когда мы видим в ответ на это название, они абсолютно точно говорят о том, что мы попали в точку. — С чего все начиналось? В смысле, когда, да? В каком году? Сколько у вас сейчас персонал, сколько добровольцев? Больше информации. — В 2013 году я оказалась волонтером в доме престарелых. Можно сказать, что с этого момента начался отсчет деятельности нашего фонда. В течение полугода я пока была еще одна там со старичками. И вот через полгода, соответственно, это тоже 2003 год, мы организовали первое выездное мероприятие. И дальше, в принципе, это происходило очень интенсивно, как такая некая волна, которая уже закрутилась, да, то есть больше людей, больше организаций, которые сами уже у нас находили, учреждения детских и домов престарелых. И вот через год у нас было уже несколько сотен человек. — То есть вы выезжаете и в дома престарелых, и в детские дома? — Да. — Вот у нас есть видеоролик небольшой о вашем визите в детский дом. Давайте, наверное, посмотрим. — Конечно. — А мы давай добавим море. Хочешь море добавить? — Вот же мы под кораблик. — У нас с Каней-карей. — Прямо у нас с Каней-карей. — Давай другим цветом. — Давай я тебе покажу лошадь. — Подуй, подуй этого должна быть. — Это мой эфиран. — Кот Базилио. — Вот он, Кот Базилио. — Красиво получается. И у тебя вообще суперклассно получается. — Дай мне пять. Отлично, молодец. Давай еще что-нибудь нарисуем. Мигалка? Ну вот мигалка у тебя, да? Покажи, покажи. Ух ты! Какая красота! Класс! Прокомментируйте, пожалуйста, какие-то мастер-классы вы устраиваете, рисование. Да, мы устраиваем мастер-классы, развивающие программы для детей. Но основная задача наша, это как бы внешняя оболочка вот этих все мероприятий. Основная наша задача, это сделать так, чтобы у ребенка внутри потеплело, и чтобы он чувствовал, что есть значимый взрослый у него в жизни, которому до него не все равно. И поэтому у нас важный момент, что мы делаем регулярные поездки, то есть они точно знают, что они не один раз повеселились с аниматорами, у них есть поддержка эмоциональная, психологическая. И мы делаем регулярные поездки примерно один раз в месяц или один раз в два месяца в каждые из учреждений, а у нас их семь детских и восемь пансионатов для пожилых людей. И, соответственно, ребенок понимает, что у него помимо той жизни, той ситуации, в которой он оказался, есть друг. И волонтеры стараются одни и те же ездить к этим детям, потому что у них есть эмоциональная привязанность, естественно, чтобы не обманывать их ожидания. И мы видим, что эффект от наших встреч очень велик, как у старичков, так и у детей. Чуть-чуть про пожилых людей. Казалось бы, мы просто приезжаем с концертами. Для нас важный момент, что те ресурсы, которые мы находим, это волонтеры. То есть мы не заказываем каких-то музыкантов, чтобы у них был мощный внутренний посыл именно поделиться своим творчеством, порадовать пожилых людей. Так вот, пожилые люди, сейчас даже негромко скажу, так оно есть, они не умирают, потому что они понимают, что через месяц у них будет впечатление, да, и они этого ждут. А некоторые даже из лежачих снова начинают ходить, преодолевая вот эту вот свою немощность на данный момент, потому что у них есть мотив. Ну и с детьми, конечно, это тоже очень мощный вклад. Это очень здорово и замечательно работало. Я знаю, что у вас очень насыщенный сентябрь. Вкратце скажите, что нас ждет? Да, в сентябре у нас будет 4 мероприятия, 4 поездки. В первую половину месяца мы поедем в субботу, в первую субботу 7 сентября. Мы едем в кризисный центр «Теплый дом» в город Волхов. В следующую субботу мы поедем как раз в дом престарелых. И в конце, в две субботы, последние сентября, у нас будет поездка вот как раз в этот приют, который мы сейчас видели в городе Волхове, Бельгиня. И в Ладейном поле у нас тоже есть приют, социальный центр возрождения. Там тоже такие же дети, которые на данный момент находятся без родителей. Ну, вся эта информация есть у вас на сайте, в социальных сетях. Безусловно, да, в нашем сайте. В общем-то, можно подключиться волонтерам, правильно? Конечно, даже нужно. На самом деле, событие еще одно будет раньше. Буквально на этих выходных у нас будет большой фестиваль с городом. Мы, безусловно, всех зрителей приглашаем на него. Вы будете там представлены, правильно? Я понимаю. Расскажите, что за площадка, что вы там будете делать? Да, будет площадка. Мы готовимся к этому мероприятию. У нас будет флешмоб по йоге под названием «Йога с добром». У нас будет фотостудия, фото-зона, да, где можно будет фотографироваться. И будет фотоконкурс с призами от наших партнеров. Будет выставка художественных работ, которые нарисовали наши дети из детских домов. Наши преподаватели с ними занимались. Они удивительное творчество свое предоставят. Сделаем выставку на этом мероприятии. У нас будет мастер-класс «Помыло варенью». Будет зона с аквагримом. И мы проводим акцию «Соберем школу детей вместе». Будем собирать канцелярские принадлежности для малоимущих и многодетных детей Ленинградской области. Ну, вот такая программа. Супер. Спасибо вам большое. У меня в завершении небольшой близ для вас. Короткие вопросы, короткие ответы. Давайте начнем. Самое трудное в деятельности руководителя организации? Не потерять мотив. Вот это вдохновение. Супер. Какой термин вам больше по душе? Доброволец или волонтер? Ой, оба прекрасные. Супер. Любите ли вы животных? Очень. Слонов? Очень. Спасибо огромное, Наталья, что пришли к нам сегодня в студию. Нашим зрителям я напомню, что в студии «Город плюс» была Наталья Чурганова, директор благотворительного фонда «Добрый слон». И сегодня мы поговорили о том, как пройти путь от волонтера до руководителя общественной организации и какие трудности есть на этом пути. Спасибо и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!